привет друзья меня зовут кирилл и вы смотрите мой канал про лего техник самоделки обзоры новинок обучающее видео и много еще чего интересного вы можете поддержать мой труд став спонсором канала или поддержав канал донатом ссылки будут в описании под видео ну а сегодня мы посмотрим на новинку второй половиной 2021 года линейки лего техник набор 42129 полноприводный mercedes-benz z-tras trial truck набор для обзора прислала компания лего сразу должен разочаровать тех кто ждет что я захочу этот набор набор мне понравился ну с небольшим но точнее с большим но с огроменным но и это но это его цена я даже говорю не про то что на старте продаж небезызвестная сеть магазинов просит за него 25 или 26 тысяч рублей а тут даже проблема в их цене в долларовой цене 300 долларов цена этого набора официальная это на 50 долларов больше чем у прошлогоднего флагмана volvo 42114 но при этом здесь значит на 50 долларов больше за это просят но здесь почти на 100 деталей меньше причем что там volvo не просто больше деталей там 6 больших колес у немоговских да тут на один моторчик больше но это м-мотор без электроники самый дешманский мотор красная цена которым не знаю 10 долларов то есть изначально уже цена завышена а естественно наша цена является производной от той цены и у нас тоже значит этот набор будет стоить неадекватно много что мы пока и видим ну уже там по киндо скидками я видел против там в районе 19 тыс можно взять этот набор но это много volvo по моему на старте продаж можно было за 16 найти сейчас вот за 13 с половиной можно найти то есть вот основная его проблема что надо ждать скидок ну сейчас пока он только вышел наверное цена должна упасть вопрос до какого уровня ну и на этом я постараюсь цены больше не касаться дальше пойдет позитив потому что модель весьма неплохая и с точки зрения механизмов и по деталям здесь есть кое-что интересное ну и самое главное что в отличие от своих предшественников она едет перед тем как ознакомиться с содержимым давайте посмотрим на коробку 12 плюс 4 на 4 mercedes-benz z 1 trial truck нужны батарейки нужен смартфон потому что у нас здесь система control плюс один приемник четырех портовые 3l мотора и 1 м мотор если я не ошибаюсь наборах именно техник м мотор встречается первые на обороте мы видим что так же как и у набора 42 128 здесь не будет б модели модель будет 48 см в длину ну и видим здесь фотографию оригинала вид спереди на этом думаю пора перейти уже деталям что же у нас сразу во всю ширину коробки еще одна коробка вот так выглядит примерно 2100 деталей элементы системы control плюс не упакованы в отдельную коробочку как это было раньше а просто валялись в белой коробке новые колесики конечно же скоро на них посмотрим ну и вот так по ощущениям вроде детали немного но вообще 2000 это большой набор инструкция упакована в пленку огромный лист с наклейками просто кошмар инструкция честно говоря меня расстроила перед нами вообще-то копийный грузовик mercedes но здесь нет вообще ни слова про оригинал ничего нет про разработку модели вот мы видим что 6 этапов сборки будет и все первый этап сборки начался в конце на детали это понятно в конце обычно хотя фотографии оригинала приводит но здесь даже этого нет то есть вот единственный вид спереди тот маленький на коробке и все здесь больше нет ничего про оригинал про модель с которой сделана эта копия ну по-моему это вообще неправильно все вот сборка заканчивается и возьмите смартфон радуйтесь жизни все ничего нет даже фотографии оригинала не нашлось места в этой инструкции первый пакет дарит нам уже много всего интересного во первых большое количество черных панелей вот такие панельки три на семь недавно появились в черном цвете в этом наборе их целых восемь штук пара рамок таких рамок в наборе будет четыре штучки черных то есть вообще-то рамок в наборе немного пара таких балок на первом этапе а собственно да их всего в этом наборе две дифференциал шестеренки несколько таких вот рычагов подвески переключалка и дальше начинается интересное наборе появились новые шрусы вот такие вот удлиненные и они позволяют сделать удлиняющийся карданный вал и это очень полезное нововведение давно этого не хватало в лего техник что я имею ввиду ось сюда вставляется без трения свободно вот она вываливается и благодаря этому можно делать он подвешивать мосты таким образом что там при прижатии подвески валу так вот удлиняется глубина этого отверстия три пупырки вот ось на три вот и полностью доставил она сейчас в ровень то есть можно делать ну значительно удлинение то есть на два примерно на две пупырки ну вот он конечно начинает лифтить и наверное есть риск вообще говоря сломать если вдруг будет такое поперечное усилие но при аккуратном использовании это будет супер полезная деталь угол ну вот так конечно уже плохо работает ну какой-то вот такой небольшой угол можно делать так что эти детальки найдут применение самоделках сто процентов эта часть ответная осталась точно такой же как были раньше ну плюс еще здесь парочка элемента защиты трансмиссии и конечно же сразу посмотрим ну на моторчик сейчас мы посмотрим на него поверхностно он напоминает м-мотор системы power functions снизу тоже под обычные пупырки крепления плюс добавились пупырки сверху и сбоку у нас такие вот три крепежных отверстия выходной вал по размерам он тоже очень похож на м-мотор 6 пупырок в длину ну все тоже самое по большому счету плюс 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 новые покрышки очередное разочарование размерность этих покрышек 81 на 35 тракторные по сути это копия ксерионовских покрышек сто седьмых и они примерно такие же по пропорциям отношения диаметра к ширине у них примерно две целых три десятых то есть это очередные непропорциональные абсолютно покрышки нереалистичные у реальных покрышек у грузовиков у них это отношение три даже больше и вот это выглядит конечно но опять непривлекательно и непонятно почему в копийном грузовике нельзя сделать нормальные реалистичные пропорции у колес я вот этого не могу понять также наборе будет 6 вот таких вот черных уголков но я не сказал от этих вот удлиненных шрусов наборе три штуки но кроме них еще будет целых семь вот таких вот обычных которые вышли наборе 42 099 а ответных частей соответственно будет шесть штук в наборе на финише первого этапа сборка мы получаем такую довольно большую объемную конструкцию здесь у нас уже использованы три мотора из четырех которые будут наборе 2l мотора идут на привод и передают вращающий момент непосредственно на центральный дифференциал через двадцати четырех зубые шестеренки этот вал пойдет ведущий к переднему мосту этот к заднему ну а сверху все вот эти вот шестеренки это лишь для того чтобы этот моторчик смог заблокировать центральный дифференциал и по сути просто передвинуть на полстуда муфту чтобы она вот вошла внутрь дифференциала но здесь меня ждал конечно сюрприз после которого я понял что не смогу захейтить этот набор есть здесь еще один выходной вал и этот вал заблокирует нам задний дифференциал да я не смотрел другие обзоры перед тем как стал сам собирать этот набор я думал что этот мотор блокирует просто центральный дифференциал по моему на коробке там было написано как раз замочек между передним и задним мостами но этот мотор будет блокировать не только центральный дифференциал но еще и дифференциал заднего моста и это круто И на втором этапе как раз мы будем собирать задний мост Потому что здесь у нас два амортизатора появилось С жесткой пружиной красненькие Две планетарные ступицы Такие же как были пока в одном наборе 42099 В экстремальном внедорожнике, как мы помним Дифференциал, который более надежный Появился в наборе 4209, по-моему, да И уже он был в баге 42024 И в грузовике Volvo в количестве целых трех штук 42-114 В этом наборе их будет две штуки Соответственно в переднем и заднем мостах Еще одна переключалка Еще одна муфта сцепления Шрусы, шестеренки Сейчас продолжим сборку Начинается самое интересное Второй шаг полностью посвящен сборке заднего моста И перед третьим шагом мост полностью готов И установлен на свое место В конструкции подвески Интересный момент встретился Верхняя точка крепления Она держится на пене шаровом И я так понимаю, чтобы он не выскакивал Чтобы уменьшить вероятность его выскакивания В него еще вставлена палочка систем И она, я так понимаю, дополнительно распирает Как бы, да, вот эти защелки И он с большим трением внутри держится Ну, это моя теория Ну, в общем-то, похоже на правду Что здесь у нас еще интересного? К мосту идут два вала Центральный вал Вот тот вот Это ведущий вал И он у нас будет Вращать дифференциал заднего моста Привод идет вот сюда вот Наверх И через последовательность 16-ти зубых шестереночек Вот здесь вот 4 штучки И в конце концов Вот там 12-ти зубая черная Вращает уже Красное вот это вот кольцо Дифференциала Здесь еще видна Синяя 16-ти зубая шестеренка Но она Не участвует В передаче момента на колеса Она не является частью трансмиссии Это проходная шестеренка Для того, чтобы Блокировать задний дифференциал Для этого у нас здесь есть Второй вал Вот этот ближний От него идет привод На 16-ти зубую Вниз И там через угловую передачу И еще через несколько шестеренок Включая вот эти 16-ти зубы Идет передача на вот ту Оранжевую переключалку И она уже у нас Передвигает вот эту вот Муфту сцепления Темно-серую Здесь у нас В блокировках дифференциала В обеих использованы Вот эти вот элементы Защиты трансмиссии Во-первых, чтобы ничего не сломалось Когда муфта В крайнем положении находится И я так понимаю Что эти элементы Защиты трансмиссии Позволяют нам Выровнять Эти две блокировки Если при сборке Мы там что-то кривовато собрали Например, одна В крайнем положении Вторая, например Не строго под 90 градусов Вал стоит Насколько я понимаю Что вот эти вот Защиты После первого переключения Они все выровняют Также в конструкции Заднего моста Использовано большое количество Вот этих вот Новых балок С поперечными отверстиями Длиной 11 В этом наборе Их будет 9 штук Еще одно наблюдение В конструкции подвески Нет никаких тяг Поперечной устойчивости И мост Вот так вот Немножечко люфтит Ну по сути Вот это рычаги Вот они люфтят С одной стороны У них шар Здесь они могут Немножечко Вот так вот играть Да А тут это просто вот Люфт Соединения Детали третьего этапа сборки Очень похожи На детали второго Потому что здесь Собирается передний мост Соответственно Еще две Планетарные ступицы Еще два амортизатора Еще один дифференциал Шрусы Ну зубчатая рейка Чтобы реализовать Рулевое управление После третьего этапа Оба моста на месте И насколько я могу судить Механизмы на этом заканчиваются В конструкции переднего моста Его крепление используется Одна вот здесь впереди Тяга Поперечной устойчивости Но правда задняя часть Люфтит По ощущениям даже больше Чем задний мост И мы видим Здесь этот мотор Он встроен в мост Это мотор Который будет отвечать За рулевое управление Ну и конечно же Самая ценная деталь В наборе Это уточка на бампере На четвертом шаге Начинается сборка кабины И тут мы встречаем Сразу Вот такие вот коннекторы В темно-сером цвете 10 штук будет в этом наборе В этом цвете Они раньше не встречались Также здесь у нас Много других темно-серых деталей Вот такие уголки 11 штук будет в наборе Три панельки 3х7 Есть панельки побольше 3х11 5х11 3х11 Скругленные Остальная мелочевка Вроде бы обычная На пятом шаге Деталей очень мало Но и здесь нашлось Кое-что интересное Такие вот балки Тонкие В темно-сером цвете Впервые появились в лего В этом наборе Их 8 штук Также есть пара зубчиков Они были в нескольких наборах Но в серии техник Они встречаются впервые В темно-сером цвете Ну и пара коннекторов На три Их мы уже видели На шестом этапе Достраивается задняя часть Грузовика И здесь мы встречаем Несколько деталей В цвете Bright Green Это не обычный зеленый А как был в наборе 42039 Вот эти балки Вот эти балки На 7 и на 11 Как раз были В том наборе Вот эти уголки И балки на 2 Сейчас довольно редкие Детали в этом цвете Ну и еще я с удивлением Обнаружил здесь Две шестеренки цветочка Как у нас встречаются В наборах Friends Пока не знаю Что они будут делать В этом наборе Модель собрана И вот так вот Она выглядит Без наклеек Наклеек в наборе Огромное количество Ну честно говоря Я смотрю на этот грузовик По-моему они здесь Ни к всю Ни к городу И без наклеек Он вполне себе Похож на грузовик Для Триала Хотя я не могу сказать Что мне прям Очень нравится внешний вид Ну Похож он на грузовик На Триальную машину Вполне себе Неплохо Есть здесь всякая Детализация Довольно Заморочно сделан Передок Хотя Вот этот вот Открывающийся капот Там Типа макет двигателя Нерабочий Но вот этот капот Он хлипко сделан Здесь все вот так вот Как-то Елозит Разваливается В общем И он очень легко Открывается Вполне возможно Что на серьезных препятствиях Это будет самопроизвольно Происходить Но они в общем Постарались Немножко И во внешний вид Вложиться И частично Это получилось Но Местами вот Все-таки С огрехами На мой взгляд Но опять же Не вижу смысла придираться Тем более что Фотографии оригинала Нигде нет Ни в коробке Ни в инструкции Но на коробке Одна была Вид спереди На котором Особо ничего не видно Ну вот такая вот моделька Вот дверь уже сама Открывается Ну ладно Может быть плохо я закрыл Нет Открывается конечно И на препятствиях Тоже это будет происходить Лесенка Ладно С внешним видом На этом заканчиваем Для того чтобы Начать играть с модели Надо запустить приложение Control Plus Выбираем Реальный грузовик Это не первое включение Я заранее включил Ну кстати в этот раз Без каких-то проблем Все сразу С первого раза настроилось До этого вроде были Какие-то у меня там Трудности Здесь у нас Вот такой профиль управления Вперед-назад Влево-вправо И вот эта штука Блокирует дифференциалы Само собой Сейчас мы перейдем К внедорожным тестам Но сначала Давайте просто посмотрим Как он ездит Вот это максимальная скорость Черепашка Допустим скорость в триале Может быть и не главная Мощность главнее Но еще в триале Важна маневренность И вот с этим У него конечно трудности Очень маленький угол поворота Видимо шрусы Не могут Работать С большим углом поворота Ну в общем Маневренно Этот грузовик Назвать нельзя Сейчас попробую Развернуться на столе Сколько часов Мне это займет Победа У модели должна быть Неплохая геометрическая проходимость Маленькие свесы Большой дорожный просвет В середине Но проблемы могут быть В другом Очень маленький Дорожный просвет Между колесами Мосты Очень близко К поверхности Находятся Ввиду отсутствия Портальных редукторов Ну и конечно Из-за маленького Диаметра колес Для постоянных Зрителей Конечно Я должен провести Тест ступенькой Но я думаю Что этот лист ДСП Не должен Каких-то трудностей Вызвать В этой модели Хотя про 42.099 Я тоже так думал Специально Не с ходу А с места Попробую Сразу Ну никаких проблем Ну и конечно Нужно провести Этот тест Еще Задом Потому что Основной вес У модели Спереди И Вперед Ехать Ей по идее Проще Заезжать На препятствие Ну это препятствие У нее Не вызвало Каких-то Трудностей Еще Еще Один Небольшой Тест Ну Ну, для модели из коробки, по-моему, неплохо. Проведу сразу еще один тест. Компания публиковала фотографии, где на гигантском уклоне этот грузовик стоит. Посмотрим, может ли он реально заехать. Проблемой может стать, конечно, гладкая поверхность моей ДСП. Посмотрим. Ну да, что и требовалось доказать. Ну, как мы видим, например, махровое полотенце полностью решает эту проблему. Поставил очень крутой уклон на грани его геометрической проходимости. Сейчас посмотрим, упрется он перед ком или нет. Так, ну, допустим, я ему чуть помогу. Интересно протестировать, что у него с мощностью. Видимо, надо блокировать дифференциал. Тут проблема чисто в покрышках. А мощности, похоже, здесь в избытке. Давайте немножко поговорим про блокировку дифференциала. Ну, во-первых, давайте проверим, что это реально работает. Сейчас у меня дифференциалы разблокированы. Это значит, что если я буду вращать дальнее от меня колесо в одну сторону, ближнее будет вращаться в другую сторону. Вот задний дифференциал разблокирован. И такая же история с центральным дифференциалом. Если я буду вращать задние колеса в одну сторону, передние будут вращаться в другую сторону. Так, где там у меня... А, не то, пытаюсь вращать. Как бы это сделать? Сейчас, ну, давайте вот два колеса вместе я буду вращать назад, передние вращаются вперед. Это не потому, что модель неправильно собрана, а потому что в центре стоит дифференциал. И если одна половинка вращается в одну сторону, другая будет вращаться в другую сторону, при условии, что сам дифференциал, корпус неподвижен. Итак, у нас оба дифференциала разблокированы. Теперь мы блокируем дифференциалы. И если я буду пытаться вращать дальнее колесо, у меня ничего не получится. И более того, я проворачиваю покрышку на диске, потому что планетарные ступицы дают, если считать от колеса, повышение. И очень сложно провернуть дальше трансмиссию, вращая за колесо. И вот тут уже в следующей степени защиты просто проворачивается покрышка на диске. Ну и центральный дифференциал тоже. Вот я попытаюсь повернуть колеса, и ничего у меня не выходит. Дифференциалы заблокировались. Про дифференциал я уже немного рассказывал в одном из видео про набор LEGO DAC на 10-30. Это передача с двумя степенями свободы, частный случай планетарного редуктора. Если я вращаю дифференциал, то обе полуоси будут вращаться в одинаковом направлении, с одинаковой скоростью, при отсутствии каких-то внешних воздействий. Если я закреплю, зафиксирую дифференциал, буду вращать одну из полуосей, то вторая будет вращаться с такой же скоростью в противоположном направлении. Если я, наоборот, заблокирую одну полуось и буду вращать корпус дифференциала, то вторая будет вращаться с удвоенной скоростью. Это когда у нас дифференциал не заблокирован. Но если мы соединим корпус дифференциала жестко с одной из полуосей, то у нас остается только одна степень свободы. То есть я вращаю корпус дифференциала и обе полуоси будут вращаться с одинаковой скоростью, что бы я ни делал. То есть я могу попробовать зафиксировать одну полуось. Ну, либо они обе не будут вращаться, либо, если я все-таки смогу провернуть, все равно обе полуоси будут вращаться с одинаковой скоростью в одинаковом направлении. Дифференциал заблокирован. Что это нам дает в применении к автомобилю? Незаблокированный дифференциал, он передает весь крутящий момент на ту полуось, к которой легче вращаться. Другими словами, если, например, у нас одно колесо вывесилось, а второе стоит на земле, я сымитирую нагрузку, возьму его рукой, то вращаться будет только то колесо, которое вывесилось, и автомобиль никуда не поедет. Собственно, за этим и нужна блокировка при всяких диагональных вывешиваниях и неравномерном распределении нагрузки. Блокировка позволяет нам все равно вращать то колесо, которое стоит на земле. Попробую снять небольшой диванный тест-драйв, пока дифференциалы открыты. Ага, вот у нас как раз вывешивание произошло. Сейчас попробуем крупным планом это дело снять. У нас одно колесо в воздухе и только оно и крутится. Блокируем дифференциалы. И все, без проблем. Показательный пример. Ну, он весьма неплохо ползает, хочу я вам сказать. Сейчас передние колеса одно вывесилось, но все равно вот он выгреб в такую горку довольно крутую. До свидания. Ну, можем он на колесу встать, как же так. Закрываем дверь и едем дальше. Ну да, вот центр тяжести у него спереди. И задом, конечно, ему намного труднее ехать. Ну, а перед ним-то он здесь без проблем проезжал. А так не тушитель, а что-то отвалилось. Да, вот так вот сказывается центр тяжести. Да, ему бы еще переднюю блокировочку. И была бы, конечно, сказка. Но, видимо, не в этот раз. Возможно, они не стали ставить переднюю блокировку, потому что было бы очень сложно тогда жить рулевому мотору. Может, оставили на будущее, конечно. Не, отлично он гребет. Прям вот честно порадовал. Прямо. 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 по моим наблюдениям еще подвеска почти не работает она очень жесткая особенно задней оси там веса практически нет ну какие можно сделать выводы по тест-драйву самый главный общий вывод мне понравилась моделька в отличие от своего предшественника 4209 да и от баги 42124 она нормально едет конечно есть минусы местами не хватает блокировки переднего моста но все равно круто что два дифференциала из трех блокируются это дает ей приличную мощность дальше один маленький минус при переворотах отваливаются всякие мелкие систем детали я вот понял что я потерял один из задних что это брызговиков или что видимо он где-то в пледе сейчас находится буду искать вот я только что опять отломал часть огнетушителя плюс зеркала тоже немножко там разваливаются ну в общем то если этой модели играть это можно просто все снять и больше не переживать на этот счет ну и люди из баллонной буизами и багги моторами конечно будут жаловаться что модель очень медленно ползает для триальной модели для 2l моторов она вполне нормально ездит да конечно это не баги мотор и не буизы чтобы она как-то с нормальной скоростью ездила ну скажем так с приятной скоростью сюда надо поставить не знаю как в лифхере еще один hub control плюс еще четыре эльки на привод и вот на шести эльках она будет ездить прям вообще огненно но сами понимаете как бы это сказалось на цене набора но даже при двух эльках он весьма неплохо карабкается на крутые уклоны и в целом видно что недостатка мощности здесь нет планетарные ступицы делают свою работу по деталям этот набор может быть естественно хорошим ресурсником для постройки своих моделей своих внедорожников здесь есть четыре амортизатора планетарные редукторы дифференциалы четыре мотора какие-то шестеренки полезные детали новые которые позволяют делать раздвижные карданы вот это вот прям наверное самое интересное что появилось в этом наборе покрышки эти ну честно говоря не знаю будут ли они пользуются популярностью они не имеют ничего общего с покрышками реальных грузовиков да они вообще не похожи они такие же непропорциональные как другие покрышки в лего ну вот если вы захотите какую-то наверное сельскохозяйственную технику строите они вам подойдут по масштабу как ну замена больших ксереновских колес да в меньшем масштабе то вот покрышки тогда эти вас заинтересуют но так они смотрятся честно говоря инородно на этом грузовике ну и также наверное стоит отметить что здесь довольно много темно-серых деталей кто любит строить в темно-сером цвете возможно даже это все хорошо подходит для строительства военной техники так так я этого не говорил ну короче говоря темно-серых здесь деталей много и есть в том числе впервые встречающиеся в темно-сером цвете детали ну и под конец хочется еще раз акцентировать внимание на начинке это первый набор лего техник с блокировками дифференциалов причем дистанционно управляемыми блокировками интересно было это собирать особенно когда понял что еще и в мосту дифференциал будет блокироваться ну и все это весьма познавательно короче говоря резюмируя все в том числе мое вступление и жалобы на цену если найдете набор по хорошим скидкам ну и скажем так если найдете набор по цене которая вас устроит я думаю вы не пожалеете потому что набор действительно весьма неплох на этой позитивной ноте я буду заканчивать спасибо за внимание и до скорого пока друзья понимаю обзор уже длинный но сниму этот дубль возможно вы видели в других обзорах приложение control plus для этой модели есть так называемый режим дополненной реальности и при наведении камеры смартфона на модель можно посмотреть виртуально на смартфоне как внутри работает трансмиссия я пытался пытался у меня ничего не получилось я понял скорее всего у меня приложение не распознает модель потому что я не наклеил наклейки видимо такое обилие наклеек она содержит как раз маркеры для того чтобы приложение коннектилась грубо говоря да с моделью ну вот кто захочет использовать этот режим играться с ним придется вам наклеить наклейки видимо так 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...